Ну что ж, всем привет! Я нахожусь на Молчановской земле, и здесь, на этой поляне, называется Таковое, проходит фестиваль активного долголетия. Здесь собрались люди с разных районов Томской области, и даже мне сказали, что из Новосибирска приехали. Давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Вот видите, такая арочка, там стоят милые лица, женщины ждут молодых. Молодых в плане, что они сегодня отмечают свой 50-летний совместный юбилей свадьбы. А рядом с этими людьми люди получают по голове валенком, потому что не смотрят на тех, кто бросает этот валенок. Вот, и когда ты любуешься всем этим процессом, рядом проходят люди в твоей футболке. Вот видите, гармоничная девчонка пришла на поляну, чтобы послушать гармониста буквально через несколько часов выступающего. Это здорово, это здорово. Спасибо. Спасибо. И сзади меня продолжается лететь этот бумеранг. Главное, чтобы я не получил по затылку, потому что, а вдруг кто-то побьет рекорд и попадет мне по голове. Лучше уж я, как говорится, проживу 50 лет тихо-мирно совместно с какой-нибудь красавицей, чем получить валенком по башке. Ну, ничего, ничего, концерт продолжается. Обратите внимание на сцену, сцена потрясающая. Это избушка такая, если большой артист приедет, то таковое готовы. Но мне уже жмет сцена, поэтому я и пошел, пошел, пошел. Посмотрите, какой прекрасный вид сзади меня. А самое главное, вот передо мной летают валенки. Валенки моченые, склепченые и толченые. Все, соревнования идут, все в порядке. Там, кстати, идет конкурс частушек, поэтому, если вдруг какой-то с картинками возникнет, ну, вы уж не серчайте, и вот, отлично. А нельзя, видите, дистанция, вот эти конусы почему выставлены? Потому что есть еще ширина, ширина этой дороги. Самое-то главное, бросить одно, собрать, собрать, измерить. Вот самая сложная задача. Ну, Молчаново, это Молчаново, а это озеро таковое. Таковое оно, потому что это Молчаново. Ну, все, давайте пройдемте дальше, посмотрим, что еще есть. Друзья, вот сейчас должно быть максимально спокойно, потому что занятие, которое вы сейчас увидите, оно требует концентрации, спокойствия. А там орут, вот на брудь. Но люди спокойно вяжут. Вот я считаю, у кого не хватает концентрации в жизни, тот должен заняться вязанием. Это самый спокойный конкурс, на него можно смотреть вечером. Еще раз, чтобы не заблудовалось, люди делают, делают дело. А кому они делают? Гармонисту. Мы у самого вкусного места на этой поляне. Это люди пекут блины. Посмотрите, сколько их много. Запах подсолнечного масла, теста и моих слюней. Все. Есть хочется, но жирный блин на распетую связку не ложится. Сметана. С чем блины? Напишите в комментариях. Со сметаной, с медом, с красной икрой, с черной икрой. С чем еще блины едят? С творогом, с мясом. Слушайте, мы так можем все перечислиться. Напишите необычное что-то, вот с чем вы ели. Это знаете, как арбуз с хлебом или огурец с медом. Вот я это ем, а вы нет. А я ем. Кто еще так ест? Вот особый рецепт приготовления блинов по... Это по-могочински, Тема, или это по-могочински? Сало. Чугунная сковородка, сало. Я никогда не ел блины на сале. Никогда. Это только чтобы блины хорошо, получается, отставали. То есть надо смазывать перед каждой заливкой, получается. Прям смазываешь обильно, да, сало, сало, сало. И тогда все будет хорошо, все будет замечательно. Блины отставали, это хорошо. Да, да. А это, кстати, вот Артем, это шеф могочинского сельского поселения. Вот. Главный, главный, главный человек. Самый главный. Поэтому я вот считаю, что все главы должны уметь кормить свое население, сами вот угощать. Вот и уже чугунка нагрелась, потому что чугунка, сейчас она долго будет, хорошо. Сейчас будет. Кто знает, кто знает, к чему приведут нас эти блины. Может быть, к этому, а может быть, и к икре. Вот, в принципе, рядом озера можно сейчас что-нибудь выловить, икру выпотрошить. Возможно, черная здесь есть, возможно, красная. Но, скорее всего, баклажанная. Потому что вот через огороды, и там, скорее всего, баклажаны-то точно есть. Я вот иду и понял, что сзади меня вот эта медицинская служба. Дело в том, что там, где бросают валенок, она была бы нужнее, потому что, ну, прилетел валенок, купал человек, раз спасли, допустим. Хотя тут тоже вот мяч кидают, а медицинская служба на поляне, где люди едят. Вопрос хороший. Захотелось пить. Походил по поляне, тепло. Поэтому пойду попробую разнообразного чая. Иван-чай. Да, с Ивана. А Марио? Ну, так нету ее. Только, да, для пробы. Я буду с одним этим ходить самоваром. Ради бога. А если смешать все? Будет очень вкусно. Смесь, чаек, троих. Я думаю, что если это попробую, то концерт продлится больше часа. А может быть и меньше. Ну, давайте, Иван-чай. Сначала аромат мы пробуем, да, носом. Да. Надо тянуть потихонечку, иначе можно обжечь трахею. Ой, какая там баночка меда, я ее увидел. Ничего там. Музыкальная. Сейчас посмотрим. А, вот она, рядышком. Сейчас, вот смотрите, обратите внимание. Здесь это. Какое-то классическое произведение. Музыка соул. Короче, какой-то соул. Ненародная. И народная, вот так можно сказать. Есть горчинка у Иван-чая. Мяту пока нам не надо. Давайте чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Оп. Как раз в один глоток. Глоток измеряется в поварешках на самом деле. Смотрим, да? Очень большой за чай. Так, аромат. Что-то, нотки меда какой-то есть. Ну, другой чай. Менее горячий. Так, еще что есть? Чага. Вот что такое чага? Чага это гриб? Это на дереве растет. А, точно. Да, да, да. Березовый гриб. Так, будем? Это законно? Да. А то у нас там посуд. Это много. ДПС. Ой, какой он черный. О, смола. Ребят, это Кока-Кола. Это заменитель. Русская Кока-Кола такая. До свидания. Ну, это какой для сибирский жесткий чай. Если вы не умеете плакать, пейте чагу. Я уже билет взяла. Я уже в аватар. Да вы что? Так вот, кто взял билет. В Томске на 8 ноября. В авангард. Да. А у меня концерт. Да. Быстрее, чтобы только не опоздать. И на первый яд. Такая любовь. Я просыпаюсь в полоте, мысли моих доске. В своем неуемном городе, забытой ночной в Москве. Надо же мне это пытать, тебя любить опять. Любовь не железо выходать, трубок не надо ждать. Познакомьтесь, молчановский зайка. Подарили прямо во время выступления. Спасибо огромное. Привет от гармониста. А я направляюсь в Новосибирск. Все. Марафон долголетия пройден. Здоровья. Заяц покатился. А, ну и тархунчик. Можно. Немножечко.